Эх, дорога, эх, ещё немного, Жду тебя твои родные дома у порога. 12 августа на прилегающей территории клуба Каисса горожане отметили торжественное событие. Погода соответствовала праздничному настроению, царившее в посёлке. Поздравить жителей приехал председатель городского округа Астахов Олег Анатольевич. Я от всей души вас поздравляю с праздником этой малой территории. Но при этом вы должны чётко знать, что живя здесь в посёлке, вы являетесь частью большой красивого города Кумиртау. У нас с вами было славное прошлое, достойное настоящее. И нам всем вместе с вами строить хорошее будущее. На этом пути я всем хочу вам пожелать крепкого здоровья, удачи, всего самого наилучшего. С праздником! Одним из самых популярных мест среди детей был развлекательный круг, где мальчишки и девчонки смогли поучаствовать в различных конкурсах, организованный молодёжно-подростковым центром «Самоцветы». В спортивные состязания и снова на сцену, один за одним выходили певцы и танцоры. Посёлок был образован в 1937 году. На следующий год жители будут праздновать юбилей – 80 лет. Мы решили провести небольшой опрос. Знает ли горожане историю своего родного уголка? Раньше бараки вот здесь стояли, мы сейчас до сих пор в бараке здесь живём. Ещё кирпичные домики. Я знаю, что здесь когда-то пять домов что ли образовалось, и назвали пятак. Пятки, соответственно. По слухам только, что было пять домов, пятки назывались, начали поселок разрастаться, вроде бы так и пошли пятки. А точно, правда, были, не знаю. Здесь бараки в основном были. Клуб был. А потом уже где-то в 61-62-х годах где-то построили вот этот клуб. Больше ничего не было. Учитель нам говорила, что, как говорится, пятеро приехали с Старой Пятки. Там обоставались они, пятеро, пять человек. И, в общем, как вам сказать, обоставались они здесь, пять человек. И название Пятки назвали пятеро, пять человек. Очень хороший такой был наш посёлок. Мы приехали, я маленькая была, два годика. Вообще мы жили на Ображной. А потом вышла замуж в город. А сейчас вот квартиру поменяли, и живём опять пятки потянуло в родные края. Дружные соседи объединили не только местных жителей, но и случайных прохожих, которые вливались в атмосферу общего праздника.